Продолжение следует... Подготавливаем нити-вдеватель для резки стекла с прикрепленной проволокой и отрезаем его на нужную длину. Затем вставляем проволоку через слой клея в самом удобном месте, обычно внизу. Прикрепляем его к специальным держателям и начинаем вырезать старое стекло. После резки снимаем стекло с автомобиля при помощи присосок. А затем удаляем остатки клея, подготавливая кузов к приклейке нового. Тщательно обезжирьте новое стекло с помощью средства для удаления силикона Болл из баллона под давлением или универсального спрея очистителя Болл. Особое внимание следует уделить местам нанесения праймера Болл и клея для стекла Болл. Затем наносим грунтовку с помощью аппликатора на стекло и край корпуса. Тем временем рекомендуется подготовить ленту Болл для замены стекла, которая защитит стекла от скольжения и перемещения на свежем клее сразу после установки. Подождав 15 минут после нанесения грунтовки, можно нанести клей для стекла Болл с помощью ручного или пневматического отжима. На этом этапе, в зависимости от объема работ, выбираем стандартную версию или версию сприн. Клей следует наносить на стекло равномерно одним мазком, чтобы не образовались щели, через которые может вытекать вода. Не забудьте нанести клей наперехлёст, где соединяется нанесённое средство. После его нанесения сразу приступаем к установке стекла. Приклеив стекло и закрепив его, можно приступать к установке ранее снятых элементов автомобиля. Приклеив стекло и закрепив его.